Можете ли Вы объяснить, почему Запад требует от Украины в обмен на кредиты проведение таких античеловеческих реформ, как повышение цен на газ, электричество для населения, повышение пенсионного возраста и так далее? Что это? Желание подтянуть нас под евроцены, уничтожить нашу страну и народ или есть еще какие-то скрытые причины? Очень хороший вопрос. Почему Запад требует от Украины снижения всевозможных социальных стандартов и только под это готов выделять кредиты? Вот дело в том, что на Украине к власти пришла ликвидационная команда. Похоронная команда украинской государственности. Вот только так Вы поймете их действия. Они пришли не для того, чтобы сохранить целостность Украины или для того, чтобы повысить жизненный уровень, для того, чтобы провести какие-то реформы. То есть не слушайте, что они говорят. Они будут говорить все, что угодно, надувать щеки. Они пришли, чтобы похоронить Украину. Вот их задача. Общее направление мировой политики – это снижение жизненного уровня везде. Потому что золотой миллиард уже не может быть так прокормлен хорошо, как это было раньше. Не получается. Слишком он большой, а ресурсов все меньше. С точки зрения закулисы. И поэтому закулиса начинает везде снижать эти стандарты. И поэтому тот, кто повышает стандарты, тот, кто борется за высокий жизненный уровень своего населения, становится главным врагом этой закулисы. Вот задайте себе вопрос. Муаммар Каддафи, он понижал или повышал жизненный уровень своего населения? Очевидно, что повышал. Что с ним за это сделали? Объявили врагом рода человеческого, зверским образом убили и крутили этот ролик по всем средствам массовой информации в нарушение всех мыслимых и немыслимых моральных норм. Потому что он старался думать о народе. А с точки зрения мировой закулисы, он занимался преступными действиями. Он их ресурсы, они же считают, что вся планета их, тратил на повышение жизненного уровня каких-то непонятных жителей Ливии. Хотя эти ресурсы должны быть перекачаны в Соединенные Штаты Америки или Европу, где головка золотого миллиарда находится. То есть, ты тратишь наши ресурсы для непонятных людей. Ты кто вообще после этого? Соответственные действия. Теперь возвращаемся даже не на Украину еще, а вообще в целом. Посмотрите, политиков, которых поставили у власти американцы за последние годы, десятилетия. Где люди стали жить лучше? Нигде. Удивительное дело. Американцы поддерживают таких хороших парней, как только эти парни приходят к власти в той же Ливии. Жизненный уровень почему-то падает в Тартарары, нефть перестает продаваться, доходы от той же нефти куда-то исчезали. То есть, был плохой Каддафи, деньги поступали от продажи нефти. Пришли хорошие ребята, свергнувшие плохого Каддафи, денег нет, нефти нет, ничего нет, война. Вы что думаете, это все случайности? Ирак. Какой-никакой жизненный уровень Саддам Хусейн давал? Его убирают не только поэтому, но и поэтому тоже. Приходит непонятно кто, жизненный уровень ниже Плинтуса. И так будет везде. И теперь представьте, на Украине, задайте себе вопрос, пришли люди, осуществили государственный переворот. Сразу после этого жизненные стандарты ухудшаются или улучшаются? Жизненный уровень падает или увеличивается? Очевидно, что уменьшается, ухудшается и падает. Все это случайно? Вспомните Саддама Хусейна, вспомните Муамара Каддафи. Почему вы думаете, что столько случайностей может быть? И США этого не видят. Они их поддерживают, они их финансируют. И они требуют от них осуществлять все те действия, которые сейчас осуществляются. Но ведь очевидно, что экономика не может расти, если вы будете осуществлять бомбежки своих городов. Ну, не может. Бизнес из этой страны уйдет. Большой, малый, любой уйдет. Очевидно, что Соединенные Штаты Америки привели к власти тех, кто будет Украину раздевать, разувать и вгонять в нищету. Ничего другого они делать не будут. Это их задача. Более того, не дай бог, если какой-нибудь там Порошенко решит улучшить жизненный уровень украинских граждан. Его сразу уберут, сместят или скомпрометируют. Еще несколько лет назад он для американской прессы был проворовавшийся олигарх. А теперь вдруг борец за свободу стал. Потому что он делает то, что нужно американцам. Американцам везде в мире нужно снижение жизненных стандартов. Кстати, это одна из причин, почему они так не любят Путина. Потому что с приходом Путина жизненный уровень в России начал расти. То есть он стал ресурсы, которые они считают своими, тратить на повышение жизненного уровня своего народа. А с их точки зрения он должен все отдавать. Вот теперь Порошенко подпишет соглашение с Евросоюзом, откроет свою экономику и все ресурсы перетекут на Запад. Вот его цель. И за это его любят, за это его уважают. Поэтому, уважаемые граждане Украины, не будьте так наивны. Пришла ликвидационная команда. Оно будет все время делать так, случайно якобы, чтобы было хуже. Через различные действия, через экономические, политические, военные, они будут сознательно ухудшать ситуацию. А те, кто будет недостаточно сознательным в этом процессе, того будут убирать и ставить еще большего мерзавца. Увидите, этот процесс будет очень быстро протекать. Экономика не может расти, если вы будете осуществлять бомбежки своих городов. Ну, не может. Бизнес из этой страны уйдет. Большой, малый, любой уйдет. Очевидно, что Соединенные Штаты Америки привели к власти тех, кто будет Украину раздевать, разувать и вгонять в нищету. Ничего другого они делать не будут. Это их задача. Более того, не дай бог, если какой-нибудь там Порошенко решит улучшить жизненный уровень украинских граждан, его сразу уберут, сместят или скомпрометируют. Еще несколько лет назад он для американской прессы был проворовавшийся олигарх. А теперь вдруг борец за свободу стал. Потому что он делает то, что нужно американцам. Американцам везде в мире нужно снижение жизненных стандартов. Кстати, это одна из причин, почему они так не любят Путина. Потому что с приходом Путина жизненный уровень в России начал расти. То есть, он стал ресурсом преступными действиями. Он их ресурсы, они же считают, что вся планета их, тратил на повышение жизненного уровня каких-то непонятных жителей Ливии. Хотя эти ресурсы должны быть перекачаны в Соединенные Штаты Америки или Европу, где головка золотого миллиарда находится. То есть, ты тратишь наши ресурсы для непонятных людей. Да кто вообще после этого? Соответственные действия. Теперь возвращаемся даже не на Украину еще, а вообще в целом. Посмотрите, политиков, которых поставили у власти американцы за последние годы, десятилетия. Где люди стали жить лучше? Нигде. Удивительное дело. Американцы поддерживают таких хороших парней, как только эти парни приходят к власти в той же Ливии. Жизненный уровень почему-то падает в Тартарары. Нефть перестает продаваться. Доходы от той же нефти куда-то исчезали. То есть, был плохой Каддафи, деньги поступали от продажи нефти. Можете ли вы объяснить, почему Запад требует от Украины в обмен на кредиты проведение таких античеловеческих реформ, как повышение цен на газ, электричество для населения, повышение пенсионного возраста и так далее? Что это? Желание подтянуть нас под евроцены, уничтожить нашу страну и народ или есть еще какие-то скрытые причины? Очень хороший вопрос. Почему Запад требует от Украины снижения всевозможных социальных стандартов и только под это готов выделять кредиты? Вот дело в том, что на Украине к власти пришла ликвидационная команда, похоронная команда украинской государственности. Вот только так вы поймете их действия. Они пришли не для того, чтобы сохранить целостность Украины или для того, чтобы повысить жизненный уровень, для того, чтобы провести какие-то реформы. То есть не слушайте, что они говорят. Они будут говорить все, что угодно, надувать щеки. Они пришли, чтобы похоронить Украину. Вот их задача. Общее направление мировой политики – это снижение жизненного уровня везде. Потому что золотой миллиард уже не может быть так прокормлен хорошо, как это было раньше. Не получается. Слишком он большой, а ресурсов все меньше. С точки зрения закулисы. И поэтому закулиса начинает везде снижать эти стандарты. И поэтому тот, кто повышает стандарты, тот, кто борется за высокий жизненный уровень своего населения, становится главным врагом этой закулисы. Вот задайте себе вопрос. Муаммар Каддафи, он понижал или повышал жизненный уровень своего населения? Очевидно, что повышал. Что с ним за это сделали? Объявили врагом рода человеческого. Зверским образом убили и крутили этот ролик по всем средствам массовой информации в нарушение всех мыслимых и немыслимых моральных норм. Потому что он старался думать о народе. А с точки зрения мировой закулисы он занимался. Пришли хорошие ребята, свергнувшие плохого Каддафи. Денег нет, нефти нет, ничего нет, война. Вы что думаете, это все случайности? Ирак. Какой-никакой жизненный уровень Саддам Хусейн давал? Его убирают не только поэтому, но и поэтому тоже. Приходит непонятно кто, жизненный уровень ниже Плинтуса. И так будет везде. И теперь представьте, на Украине, задайте себе вопрос, пришли люди, осуществили государственный переворот. Сразу после этого жизненные стандарты ухудшаются или улучшаются? Жизненный уровень падает или увеличивается? Очевидно, что уменьшается, ухудшается и падает. Все это случайно? Вспомните Саддама Хусейна, вспомните Муамара Каддафи. Почему вы думаете, что столько случайностей может быть? И США этого не видят. Они их поддерживают, они их финансируют. И они требуют от них осуществлять все те действия, которые сейчас осуществляются. Но ведь очевидно, что экономия...